Ирландцы Мы увидели всех остальных. Страна у нас маленькая, всего четыре с половиной миллиона человек, но наше влияние можно увидеть по всему миру. В семнадцатом веке мы дали человечеству химию и шоколадное молоко. В девятнадцатом веке мы дали миру бофортовую шкалу для определения силы ветра, машинку для татуировок и подводную лодку. В двадцатом веке мы дали миру радиотерапию, катапультируемое кресло и титаник. Мы его только построили, за рулем стояли не мы. С другой стороны, у многих из нас невероятно бледная кожа, так что мы обгораем, даже не выходя на улицу. А еще мы печально знамениты своим антисоциальным поведением и пьянством. Порой бывает неловко, когда нас всех стригут под одну гребенку. О христианах, кстати, тоже судят, примерно так же, как об ирландцах. Хотя я лично люблю христианство и горжусь тем, что следую за Иисусом, пусть медленно и часто спотыкаясь, но на протяжении истории христиане успели сделать в церкви много всего такого, из-за чего мне неловко и даже стыдно. Говоря обо всем этом, я не хочу приукрашивать прошлое. Я хочу честно посмотреть на все, что произошло за годы существования церкви. Но прежде чем смотреть на все хорошее, плохое и злое в христианской церкви, сначала надо разобраться, что это вообще такое, церковь. Я имею в виду не какую-то конкретную церковь, а всю глобальную, вселенскую церковь в целом. И говорю я не о церкви в какой-то конкретной стране. Какими бы потрясающими ни были некоторые храмы и соборы с их куполами, витражами и фресками, в конечном итоге без людей это всего лишь здание. По-моему, лучше всего видеть в церкви не музей для святых, а больницу для грешников. Иисус сам говорил, врач нужен нездоровым и больным. И я пришел призвать к покаянию неправедников, а тех, кто знают, что они грешники. Благодаря смерти Иисуса, Бог предлагает миру прощение, и этот дар предлагается всем, без всяких условий. Заработать или заслужить его невозможно. Чтобы стать христианином, вовсе не требуется сначала привести себя в порядок и стать хорошим человеком. Дело тут скорее в том, что в нашу жизнь входит прощение. В какой бы ситуации мы ни оказались, какое бы зло ни совершили. Знаете, что я постоянно слышу от людей про христианскую церковь? Мне говорят, что многие неверующие люди на поверку оказываются добрее и даже нравственнее многих христиан. И так действительно бывает. Сейчас я попробую объяснить, почему. Если бы церковь состояла только из тех людей, с которыми Иисус встречался на протяжении трех лет земного служения, вы бы сильно удивились. В этой церкви, помимо всего прочего, было бы много нечестных предпринимателей, обычных воров, блудников и проституток. И не хочу сказать, что все они так и остались такими, какими были сначала, потому что в конечном итоге их жизнь преобразилась. Но что, если бы вы встретились с людьми из этой церкви всего через несколько дней после их знакомства с Иисусом? Если бы вам были известны только их грехи, а не вся их история? Может быть, вы тоже решили бы, что в церкви одни лицемеры и прохиндеи? Я согласен, что, если судить по нравственности поведения, многие христиане ведут себя хуже, чем лучшие из неверующих людей. В лучшем случае, христианин находится в процессе преображения, перевоспитания, и в обычной церкви всегда много изломанных и неустойчивых людей, которым еще далеко до настоящей эмоциональной, духовной и нравственной зрелости. Продолжение следует...